Президент Беларуси подписал указ о дополнительных мерах по обеспечению стабильного функционирования экономики. В частности, документом определены условия выхода с белорусского рынка компаний из недружественных иностранных государств. До этого все они должны были платить пошлину и получать разрешение правительства. Указом определены случаи, при которых делать это теперь не требуется. Вопрос сложный и комплексный. Он обсуждался еще в начале года на совещании президента с руководством Совмина. Поводом для такой глобальной оценки стало нарастающее санкционное давление Запада. Бывшие страны-партнеры сами отказались от установленных международных норм сотрудничества. И этот факт вынудил многие компании с иностранным капиталом либо работать в обход своих же санкций, либо покинуть освоенные рынки. Мы предлагаем иностранцам одни из лучших условий. Преференции, льготы, инфраструктуру, ну естественно компетенции. Приходи и работай, но не ради наживы, за счет нашего народа. А если кто-то попытается, есть механизмы противодействия и в разумления. Главная цель документа – защитить и нашу экономику от беспредела Запада. Основное требование к новациям – прозрачность и контролируемость. За это также отвечает правительство. Совмину предоставлено право разъяснять вопросы применения положения указа. Действия западных стран спровоцировали рост цен на зерно, лишив, в частности, африканские страны доступа к белорусским калийным удобрениям. Западная Европа стала главным фактором глобального продовольственного кризиса. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Белоруссии Юрий Амбразевич на региональном форуме ЕЭК ООН по устойчивому развитию в Женеве. «Ограничения на транспортные перевозки, закрытие пограничных пунктов пропуска, запреты на торговлю, проблемы с банковскими транзакциями, запрет на выдачу виз, на культурное сотрудничество отчетливо рисуют картину нового железного занавеса», – заметил дипломат. «Без западных самоограничений все в мире продвинулись бы к достижению цели устойчивого развития намного ближе». Результаты 2023 года вселяют в нас уверенность в правильности наших действий. В 2023 году белорусский ВВП вырос почти на 4%, что в разы выше среднего показателя, например, по Европейскому Союзу. Как итог, уровень выполнения Белоруссии национальных показателей достижения ЦУР составляет около 80%. Мы готовы делиться национальным опытом. В середине года Беларусь проводит второй национальный форум по устойчивому развитию и ждет всех заинтересованных на белорусской земле. Беларуси убеждены, что только заинтересованное сотрудничество, только объединение усилий позволит нам обеспечить глобальный мир и глобальное устойчивое развитие». Белорусский дипломат подчеркнул, что наша страна трезво оценивает складывающуюся обстановку и выстраивает свое развитие с опорой на свои силы, а также на партнеров-единомышленников по Союзному государству, Евразийскому экономическому союзу, Содружеству независимых государств, Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС. Торжественные церемонии вручения паспортов юным белорусам в канун Дня Конституции проходят по всей стране. Это знаковое событие состоялось и в Совете Республики национального собрания. Возможность побывать там, где идет работа над основными законами нашей страны, получили отличники учебы, призеры олимпиад, конкурсов и спортивных соревнований, волонтеры, 20 лучших школьников из разных регионов страны, которым исполнилось 14 лет. Со словами напутствия к ребятам обратилась спикер Верхней палаты парламента Наталья Качанова. «Это действительно такой праздник. Почему? Потому что мы можем пообщаться с ребятами и видим, насколько для них это событие очень важно. Вы знаете, вот когда ты смотришь на их глаза, горящие, такие трогательные, и вместе с тем ты понимаешь, что, конечно, для них это очень важное событие. Очень хорошая, на мой взгляд, традиция, которая сложилась в нашей стране, и мы всякий раз с огромной радостью принимаем участие в этой акции». «Эмоции незабываемые, останутся, мне кажется, на всю жизнь. Я буду и детям, и внукам рассказывать, поделюсь с братьями, поделюсь с мамой, папой, бабушками, дедушками. Для меня получение паспорта — это, наверное, шаг в взрослую жизнь, уже более открытие новых возможностей каких-то». «Сегодня для меня я просто получила очень много эмоций. Я очень рада, что я смогла побывать в Совете Республики. У меня, конечно, до самого мероприятия была буря волнения. Я очень сильно волновалась, было много эмоций. Я просто получала удовольствие. Я очень сильно рада, что у меня появилась такая возможность здесь побывать». Традиция торжественно вручать первые паспорта юношам и девушкам в канун Дня Конституции существует в нашей стране уже два десятка лет. Но в этом году повод особенный. Основному закону страны исполняется 30 лет. О наследии глубоких правовых традиций говорили в Национальной библиотеке во время презентации научно-практического комментария Конституции, он подготовленного исполнения поручения президента. Издание разъясняет конституционно-правовой смысл и содержание конституционных принципов и норм, дает правильное понимание основного закона. Разработка комментария велась фактически под патронажем главы государства. Президентом был согласован коллектив авторов. Это высококвалифицированные юристы, в том числе судьи Конституционного суда. Чтобы Конституция в полной мере была действующей, живой, необходимо осознанное восприятие гражданами, должностными лицами, всеми субъектами конституционных отношений, конституционных ценностей, принципов и норм. Понимание фундаментального значения конституционных положений для устойчивого, динамичного развития страны, обеспечения безопасности и благополучия наших граждан. Комментарий будет использован для разъяснения положений основного закона в госорганах, трудовых коллективах и учебных заведениях. Верховный суд приступил к завершающей стадии судебного процесса по делу в отношении палача Хатыни Владимира Катрюка. Почти 400 человек, 125 из которых дети, погибли от рук карателя во время Великой Отечественной войны в Беларуси. Цифру озвучил заместитель генерального прокурора Алексей Стук. Гособвинение попросило суд признать Владимира Катрюка виновным в совершении геноцида белорусского народа без назначения наказания с учётом специфики привлечения к ответственности умерших преступников. После войны Катрюк прятался в Канаде, где умер в 2015 году. Несмотря на исчерпывающие попытки привлечь фигуранта к уголовной ответственности в 80-х, сделать это не удалось. Добровольно вступил в формирование Организации украинских националистов, а затем, не позднее января 1943 года, вошёл в состав вооружённо организованной преступной группы 118-й батальон охранной полиции. Действуя совместно с иными лицами в составе 118-го батальона, является командиром отделения, реализуя общую с нацистскими преступниками цель планомерного уничтожения белорусского народа путём убийств, лишения людей жилья, одежды и продуктов питания. По словам гособвинителя, нынешний судебный процесс в отношении карателя имеет историческое значение. Оно покажет, с кем во время войны сотрудничали гитлеровцы и каких людей коллективный Запад сегодня пытается представить как героев. Окупация Белоруссии продолжалась 1133 дня. И каждый день гитлеровцы планомерно и жестоким образом истребляли мирное население. И результаты расследования уголовного дела о геноциде и процесс, который скоро завершится, по мнению гособвинения, полностью подтверждает, что то, что делалось гитлеровскими захватчиками в отношении мирного населения. Это самый настоящий геноцид. То есть истребление жестоким образом мирного населения, которое никоим образом не могло оказать никакого сопротивления. Приговор по делу карателя Катрюка огласят 18 марта. Внук павшего героя впервые посетил могилу деда. Спустя 80 лет после войны родные красноармейца Гуляма Ярулина нашли место захоронения своего родственника. Председатель Союза писателей Башкортостана Айгиз Баймухаметов посетил братскую могилу в агрогородке Вымна. В семье знали, что дед погиб в конце 43-го, освобождая Беларусь. Найти место захоронения помогли белорусские коллеги. Установили, что за месяц до гибели красноармеец Ярулин был награжден медалью «За отвагу» за бои у белорусской деревни Барки. Погиб же он 10 декабря 1943-го у деревни Острейково. На воинском захоронении прошел митинг. Много что меняется. А тех людей, несмотря на то, что они разных национальностей, разных вероисповеданий, за то, что они проливали кровь за землю, их нельзя забывать. И я сейчас вижу такой красивый памятник, ухоженное место. Для нас это очень дорого. Я всех благодарю, что они так свято хранят память о нашем деде. Со святого места внук героя взял гур с земли, чтобы отвезти к себе на родину Башкортостан. Субтитры создавал DimaTorzok